Коллеги, добрый день! Меня зовут Руслан Иванов, я старший технический архитектор компании Cisco и я рад приветствовать вас на нашем онлайновом ивенте в рамках SOC-форума компании Cisco. Хочу напомнить, что сегодня мы поговорим о решениях, которые компания Cisco делает в рамках создания Security оперейшн-центров, поделимся нашим опытом. Про это буду рассказывать я и наш бизнес-консультант Алексей Лукацкий. Также напоминаю, что сегодня мы будем разыгрывать довольно интересные призы и чтобы их получить вам нужно будет внимательно следить за нашей трансляцией, где-то примерно каждые 15 минут будет появляться QR-код. Правила вы сейчас видите на экране, то есть считывайте этот QR-код, получаете ссылочку, по этой ссылочке получаете фрагмент фразы, собираете из 10 фрагментов фразу и в официальный телеграм-канал пишете боту эту фразу и получаете все шансы выиграть приз. Соответственно, тот, кто будет достаточно быстро и внимателен, имеет все шансы получить достаточно интересные призы. Ну а мы начинаем тем временем. Давайте перейдем к первому нашему докладу, который буду читать я. Называется он «Пирамида зрелости мониторинга информационной безопасности» или «Какие источники нам в первую очередь нужны для СОК или могут быть полезны». О чем мы с вами поговорим? Собственно, мы поговорим про выбор данных в процессе мониторинга. Мы поговорим, нужен ли вообще CM, то есть не устоял ли он. Собственно, что должен мониторить СОК, то есть о чем мы должны знать, что нужно собирать, что не нужно. От мониторингу всего, что нам хочется, к мониторингу на базе юзкейсов. Ну и поговорим уже в конце как некий вывод «Пирамида зрелости» или «Пирамида боли» мониторинга нашего. Итак, какие мы можем выбрать источники данных в процессе мониторинга с вами? Если посмотреть на жизненный цикл security operations, то мы можем увидеть, что достаточно много вещей объединены в единый комплекс и работают как единое целое. И наш мониторинг является, по сути, фундаментом всей остальной жизнедеятельности в СОКе. И как мы знаем из теории информации, мусор на входе, мусор на выходе. Если мы с вами поставляем информацию плохого качества, либо ее слишком много и остальные подсистемы не способны с ней нормально работать, мы получим, собственно, отвратительную результат своей работы нашего с вами СОКа. Что мы с вами можем сделать? Я буду использовать вот такую пирамидку сегодня в качестве некого такого обобщенного процесса мониторинга реагирования, в фундаменте, который находится наше знание об объекте нашей защиты. Собственно, знаем ли мы, какие у нас активы есть, что мы защищаем и так далее, потому что без этого знания бессмысленно что-либо защищать и так далее. Дальше мы знаем ли мы об активности наших этих активов, можем ли мы обнаружить какую-то неавторизованную активность, а можем ли мы аккуратно идентифицировать, классифицировать результаты того, что мы нашли. Это очень важный момент и на котором очень часто делается много ошибок в жизнедеятельности СОКа. Также мы поговорим, наверное, не будем очень много разговаривать, про это, скорее всего, Алексей расскажет чуть-чуть. Мы поговорим также, кто ваши противники, каковы их возможности, как это, то есть, облегчить нам жизнь с этой точки зрения. И можем ли мы обнаружить их активность у себя и можем ли делать это в реальном времени и превращать это в инцидент, а не просто в какие-то фрагментарные атомарные действия, разорванные, оторванные от того, что происходит. Ну и за рамками моего доклада будут меры противодействия и остальное. Мы сосредоточимся с вами именно на основании пирамиды поговорим о мониторинге. Итак, по идее служба ИБ и СОКа должны работать вместе с ИТ и другими подразделениями компаний, но очень часто это не так. Очень много причин, почему так происходит. Это и организационные причины, и недостаток времени, и недостаток мотивации, и недостатки технологического стека, и много других причин. Важно знать, что нужно стараться все-таки с коллегами взаимодействовать, и от этого очень сильно зависит успех в нашем нелегком деле. В какой-то момент вы решили, что все, вам нужен СОК, и вы решили строить у себя операционный центр по информационной безопасности или центр мониторинга. Неважно, как вы его назовете, но вы сказали, вам нужен СОК, вы решили его строить. Вы хотите, соответственно, начать. С чего начинается СОК? СОК начинается как театр с вешалки. Вы давно используете какой-то СИЭМ или только его купили, и решили строить СОК на базе этого СИЭМа. Что мы получаем в итоге? Мы начинаем с вами с традиционного подхода КБ, ну или классического подхода. Его уже можно называть, в принципе, и классическим. Что из источников данных, как правило, у нас на этом этапе только какие-то журналы мы собираем. Как правило, мы сосредотачиваемся вначале на периметре нашей организации, потому что мы считаем, что большинство угроз у нас исходит именно с периметра. С точки зрения расследования, ну, у нас есть какие-то базовые юзкейсы, если нам это предоставляет наш СИЭМ. Может быть, у нас есть какая-то корреляция событий, опять-таки, как правило, достаточно базовая, потому что мы еще плохо понимаем, что и с чем нам нужно коррелировать, какие юзкейсы могут нам быть полезны. Целью, это важно, целью всей нашей жизнедеятельности, как ни странно, является сбор данных и генерация алертов, а не поиск каких-то инцидентов и работа с ними. То есть мы, как правило, в этот момент подменяем суть того, для чего обычно делаются наши с вами операционные центры по информационной безопасности, и мы деятельность технологическую ставим во главу угла, хотя это на самом деле не очень правильно. Сбор данных у нас всего лишь советство. Целью у нас должна быть борьба с инцидентами какими-то информационной безопасности, повышение общего уровня защищенности и так далее. Вот. С точки зрения того, как мы обеспечиваем нашу информационную безопасность, как правило, это точечные воздействия, то есть в какой-то момент времени аналитик периодически смотрит куда-то на дэшборды, видит, что что-то пошло не так, делает какие-то управляющие воздействия, там поднимает какие-то плейбуки, если они есть, или делает какие-то действия, расследует что-то и так далее. То есть активность у нас с вами реактивная, то есть по факту чего-то произошедшего, как правило, уже после инцидента. Ну и если у нас есть форензика, то, как правило, она ручная, потому что у нас либо нет необходимости в автоматизации, либо слишком сложно автоматизировать, да и нет такой нужды, как правило, от случая к случаю, когда делается форензик, а обычно средства автоматизации не требуются и проще делать руками все. Итак, если мы посмотрим на типичную архитектуру нашего центра мониторинга, то мы увидим, что у нас во главе угла есть с вами CM, рядом с ним есть какие-то обычные стандартные тулы, которые используются как подспорья, есть какой-то лог-менеджмент, ну, как правило, какие-то наборы серверов, которые собирают у нас журналы, каким-то образом их подготавливают, прежде чем загрузить в CM и так далее. Есть какие-то коллекторы журналов, есть средства защиты, которыми мы управляем или управляют наши коллеги из ETA или других подразделений, и все это худо-бедно работает, какие-то генерируются события, алерты, и даже у нас вроде как есть красивые дэшборды, на которых можно посмотреть, как мы успешно работаем. Мы можем даже запустить систему тиккенера, то есть для того, чтобы частично автоматизировать нашу деятельность. Для работы с нашими активами мы используем какую-то там базу CMDB, как правило, open source. Мы, может быть, даже созрели до того, чтобы проводить какие-то обучения наших пользователей, компании, повышать уровень их знания, что можно делать с точки зрения защищенности компании, что нельзя, то есть проводить какие-то симуляции, какие-то симуляции фишинговых атак и так далее. У нас есть какие-то инструменты коллаборации в виде там Вики, например, в котором мы собираем какие-то, ну, скажем, это можно назвать, наверное, плейбуками, ранбуками, да, то есть это какие-то факты или деятельность, которые позволяют аналитикам, которые у нас работают, инженерам, не делать одно и то же, не изобретать велосипед, а уже воспользоваться знаниями того, кто это раньше делал. Ну, есть какие-то там, как правило, каналы в мессенджерах каких-то, либо это внутренние, типа того же WebEx Teams, либо используемых там в компании, либо внешние, как правило, это Slack, Telegram и так далее. Можем использовать какие-то боты, которые облегчают нашу жизнь и так далее. Что со всем этим не так? Устает ли СОК на базе СИЭМ? Ответ на этот вопрос на самом деле не так прост. И для большинства компаний он не настолько очевиден. Если вам достаточно того, что вы делаете, у вас не очень большое количество средств информационной безопасности, и вы считаете, что ваш уровень защищенности достаточный, ну, замечательно, значит, вы находитесь на том уровне, скажем так, взросления вашего операционного центра, когда вам не нужно менять на что-то другое. Но если вы хотите расти, если вы понимаете, что вы не успеваете за угрозами, если вы понимаете, что перед вами стоят какие-то новые вызовы, и вы понимаете, что вы можете не успевать, вы можете столкнуться с тем, что ваш технологический стэк отстает. И здесь наступает такой достаточно интересный психологический момент, подавляющее большинство заказчиков готово к событиям безопасности, но не очень любят инциденты. Ну, потому что событие – это что-то такое абстрактное, ну, случилось и случилось. А инциденты – это всегда есть пострадавшие, всегда есть люди ответственные, всегда есть какие-то потери финансовые, моральные, репутационные и так далее. И с ними надо что-то делать, за них надо отвечать. Если вы готовы переходить от анализа событий к анализу инцидентов, соответственно, мы с вами переходим к типичному циклу событий безопасности. То есть у нас есть наши средства защиты, и у нас с вами есть цикл для каждой подсистемы, с которой мы работаем, что мы с ней должны сделать. То есть мы не просто должны собрать с нее журналы, какие-то там события и так далее, желательно побольше, в надежде, что это может нам пригодиться. Проблема заключается в том, что чем больше у вас становится таких подсистем, тем сложнее становятся следующие шаги. Такие как проверка этих событий, мы про это поговорим позднее немножко, там вещи, связанные с хантингом, мониторингом изменений и внесением их, запуском каких-то заданий, уведомлений и так далее. То есть мы начинаем с вами сталкиваться с какими-то сложностями, связанными именно с проблемами роста. И тут мы еще наступаем на второй момент, что не бывает серебряной пули, чтобы вам про это не рассказывали вендоры по информационной безопасности. Конечно, каждый хочет рассказать, какой у него замечательный продукт, и любой вендор искренне считает, что этот продукт делает все то, что он рассказывает, и способен решить все ваши задачи. На самом деле, это далеко, конечно, не так всегда. Он может хорошо решать точечную задачу, но в комплексе всегда есть какие-то слабые места. Ну, давайте на примере, например, EDR-системы, ну, пусть это будет Cisco Secure Desktop, рассмотрим, что может ли наш EDR решить все задачи, которые нам нужны. Да, он может делать сигнатурный анализ файлов, там анализировать метаданные, защищать нас от каких-то продвинутых угроз, путем там удаления файла, там отправления в карантин, ограничения запуска, создания замкнутой программной среды, там и так далее, использования ретроспективы. Но, к сожалению, сам по себе, он без взаимодействия с внешними подсистемами не может, например, заблокировать какой-то домен или DNS. То есть нам уже нужна какая-то внешняя система, которая нам будет помогать. То же самое, например, если мы говорим про почтовые системы, да, то есть мы можем анализировать наши почтовые сообщения, искать известные вредоносы, либо по поведению похожему на то, что используют злоумышленники, видеть, что мы похожи на какое-то там письмо, там, допустим, это скрафченное письмо и так далее. Но мы не можем без помощи внешних подсистем, как правило, сделать глубокий анализ такой, как встречался ли этот файл где-то еще в сети, например, на хостах, не только в почте. Сделать ретроспективу, то есть не только в почте, но и в других подсистемах. Посмотреть какое-то поведение, блокировку файла сделать, опять-таки блокировку домена, IP там и так далее. То есть сами по себе каждый продукт, он может решать полезные задачи, поставлять вам полезную информацию, но по отдельности они, к сожалению, не решают задачу обеспечения целостности, здоровью вашей сети, вашей компании. Итак, если мы посмотрим на наш жизненный цикл, то у нас с точки зрения работы с событиями, у нас есть процесс, когда мы захват делаем, то есть мы получаем наши события. Это может быть пол или пуш, то есть когда события мы сами запрашиваем при необходимости, либо когда нам их постоянно льют системы безопасности. Мы можем установить статус каждого такого события, приоритет, создать какие-то артефакты, если мы видим, что там, допустим, у нас есть что-то, что мы можем назвать артефактом, ну не знаю, там IP-адрес, например, там доменное имя, там хэш-файлы и так далее. Что мы дальше можем сделать? Мы переходим к статусу расследования, то есть хорошо это или плохо. То есть что нам те артефакты, которые мы с вами увидели в нашем мониторинге, что они нам дают? То есть мы анализируем это либо с помощью каких-то внешних систем, либо внутренних, то есть мы принимаем решение, что с этим делать. Потом мы должны локализовать то, с чем мы имеем дело, то есть заблокировать пользователя, там хэш, там URL, IP и так далее. То есть традиционный наш процесс, отключить сеть, заблокировать процесс и прочее. И выдать по результатам уведомления, либо в виде e-mail, либо в виде тикета для SOC, сообщения в чат для аналитиков, там звонка, сигналы тревоги, там какой-то эскалации и так далее, в зависимости от того, что у нас случилось. И документирование, да, то есть все действия должны быть задокументированы. Что мы сделали, то есть создали тикет, да, в который мы погрузили все наши артефакты и прочее, там обновления, закрытия и так далее. То есть все, что связано с коллаборацией. Если мы посмотрим с вами, например, какого-то расследования, да, там, допустим, мы получили, запросили домен какой-то, увидели, что он плохой, заблокировали, сделали задачу для SOC и закрыли тикет. Да, например, если у нас, мы видим, что у нас льются какие-то события от системы безопасности, увидели, что есть какой-то плохой IP, пользователь куда-то пошел не туда, заблокировали пользователя, увидели, что там связанный хэш, заблокировали его, отправили уведомления по почте, все, там, обновили тикет, закрыли тикет. Итак, если на все это посмотреть, что же у нас с вами влияет на нашу эффективность мониторинга? По сути, основным фактором, который говорит нам о том, что мы работаем эффективно, являются два параметра. Это, ну, собственно, на которых мы, от которых мы обычно отталкиваемся в жизнедеятельности SOC. И это время обнаружения угрозы, и это время реагирования на нее. Обнаружение угрозы, это обычно используется Time to Detect или ТТД показатель, либо Mean Time to Detect, МТТД, то есть это медианное время обнаружения угрозы. В чем между ними разница? Ну, разница как средней температуры по больнице и температуры у каждого конкретного пациента. То есть, да, медианное время нам показывает, насколько мы хорошо что-то делаем, и от него можно и нужно отталкиваться, но Time to Detect каждого конкретного тоже важен. И если мы посмотрим на суть этих параметров, то мы увидим, что в идеале наше время обнаружения должно стремиться с вами к нулю. Почему так? Потому что СЛА нашего центра мониторинга, то есть те обязательства, которые мы на себя берем перед бизнесом, мы говорим, например, что мы там в течение четырех часов должны отреагировать на какую-то возникшую угрозу. Это означает, что у нас с вами есть какое-то время на реагирование и какое-то время на обнаружение. Если мы из этих четырех часов три с половиной часа тратим на обнаружение, то у нас с вами на реагирование остается всего полчаса. И если мы с вами снижаем время на реагирование, то мы получаем все больше и больше времени на реакцию с вами. То есть мы можем с вами гораздо более точно, гранулярно и с меньшим количеством ошибок реагировать, чем если мы это делаем в спешке. Именно по этой причине, собственно, соки и растут. То есть они развиваются, придумывают все новые технологические стеки, организационные какие-то моменты, запускают новые сервисы для того, как раз чтобы снизить время реакции и увеличить скорость обработки таких событий. То есть чтобы сделать быстрее, не давать злоумышленникам кучу времени на то, чтобы развернуться и стать эффективными по-настоящему. Более зрелые с операционной точки зрения соки ожидаемо эффективнее. Ну понятно почему, да? То есть они используют лучший технологический стек, у них более грамотно выстроенные процессы, сервисные цепочки. Люди умеют работать уже и знают, что им делать в той или иной ситуации. Они гораздо эффективнее разбирают эти инциденты. И ключевые метрики эффективности, они прямо зависят от нашей способности эффективно собирать и обрабатывать информацию. Потому что если мы информацию обрабатываем неправильно, то наша метрика на детектирование, соответственно, будет, конечно же, плохой. Если мы это делаем эффективным образом, если мы понимаем, зачем и что мы делаем, то мы будем именно расти в том числе над собой и становиться все более и более зрелыми. Если посмотреть на технологические стеки, я подробно на этом останавливаться не буду. Это повод как раз поговорить, наверное, более подробно. И мы про это хотим рассказать уже на отдельном виртуальном мероприятии, которое компания будет проводить где-то, наверное, в середине января. Или, может быть, в конце января, посвященному операционным центрам безопасности СОКом. И мы подробно все это рассмотрим. Я лишь кратко скажу, что рассматривают несколько уровней зрелости в настоящий момент. От первого до пятого. И если мы говорим про системы на базе СИЭМ, то они органически ограничены где-то примерно вторым уровнем зрелости. И выше им очень сложно прыгнуть, потому что они по своей сути... На СИЭМе, наверное, технически можно это реализовать, но это настолько неэффективно и настолько ресурсоемко затратно, в том числе с точки зрения финансов, что не имеет смысла. И нужен другой класс решений, который позволяет нам улучшить именно с технологической точки зрения то, что делает наш СОК. Это могут быть решения класса NDR, Network Detection и Response. То есть это сетевой захват и анализ трафика, который позволяет нам выявить угрозы, которые СИЭМ, которые анализируют атомарные события. Наверное, мог бы, но достаточно сложными корреляциями найти. Это хостовые системы защиты, такие как EDR, EPP и более современные XDR решения. Ну, с точки зрения Гартнера, более современные. Они все, конечно же, развиваются. Это решения класса анализа поведенческого наших активов и пользователей, и в том числе облачных защитных средств. Таких, например, как Cloud Access Security Broker. То есть это то, что у нас защищает облачные приложения. Это облачные решения, такие как SASE и так далее. Понятно, что чем более современный технологический стек мы используем, тем более эффективными мы становимся. Если посмотреть на пример архитектуры SOC следующего поколения, мы видим с вами, что ядро СИЭМ заменилось на концепцию, которая называется Security Analytics. То есть это комплекс решений, которым СИЭМ является одним из компонентов. И зачастую даже далеко не самым главным. И иногда он даже заменяется на что-то еще, то есть на какие-то системы Big Data, аналитики и так далее. Зачастую просто из-за банальных ограничений текущих систем СИЭМ и их способности обрабатывать информацию эффективным образом, как мы бы это хотели в нашей новой архитектуре. Итак, так что же наш SOC должен мониторить? Что должен мониторить наш SOC? Ответ на этот вопрос на самом деле зависит от миссии нашего SOC и от целей мониторинга. Как это ни странно. Поэтому, когда вы создаете центр ваш операционный по анализу событий информационной безопасности, очень важно правильно поставить перед собой цели. То есть, каких целей вы хотите добиться. Если вы поставили перед собой исчисляемые цели, ну, например, повышение эффективности тех же параметров МТТ, МТТР, снижение потерь от инцидентов и так далее, вы можете тогда облегчить себе жизнь. Вам станет более понятно, что и где вам собирать с точки зрения вашего мониторинга. То есть, на чем сфокусироваться, что является основным для вашего SOC? Второй момент. Технологический стэк определяет наши возможности по обработке событий. Ну, банально, мы не можем переварить больше, чем способен наш технологический стэк. И это ограничение нужно держать в голове, когда вы пытаетесь впихнуть невпихуемое. То есть, обработать, не получится взять и собрать все журналы со всей компании, со всех устройств, чем-то придется жертвовать. То есть, что-то делать более важным, что-то менее важным, на чем-то фокусироваться, что-то делать по модели пуш, что-то делать по модели пол и так далее. Не надо пытаться прыгнуть выше головы и запихнуть все в несчастный СИЭМ или в лог-менеджмент ваш. Вы очень быстро наступите на ограничения, либо с точки зрения скорости обработки событий, либо с точки зрения утилизации каналов этими событиями, либо с точки зрения стоимости оборудования для обработки, либо банально у вас аналитики сойдут с ума, обрабатывая эти объемы из-за низкой степени автоматизации и так далее. То есть, все эти моменты нужно и желательно учитывать. Также нужно понимать, что сбор событий не должен быть бездумным. Его надо делать правильно и корректно, использовать правильную методологию сбора, обработки, хранения событий, инцидентов. У вас должна быть политика хранения, то есть вы должны знать, какие инциденты вы сколько храните, как у вас выглядит процесс устаревания этих инцидентов, то есть с исторической точки зрения, чтобы не было ситуации, что какие-то вещи вы храните, например, год, а какие-то всего неделю. И когда вы пытаетесь вернуться по временной шкале, например, на полгода назад, чтобы сделать отчет для регулятора, вы внезапно обнаруживаете, что вы не можете этого сделать, потому что зависящие от инцидента вещи уже не хранятся, и вы не способны сделать этот отчет. Такие моменты тоже надо учитывать. Также очень важно делать проверку достоверности событий как внутренними, так и внешними способами. То есть желательно использовать не один источник мониторинга того или иного наступления события, а несколько для того, чтобы просто иметь несколько взглядов на одну и ту же проблему и убедиться, что событие действительно имело место, а не мы столкнулись с какой-то девиацией, фалсой или еще с чем-то. Также очень важно обращать внимание на снижение количества ошибок первого и второго рода. До приемлемого заданного уровня. Более того, это должно быть процессом, и этот процесс должен быть постоянным, и этот процесс должен пересматриваться. То есть вы должны постоянно для себя ставить какую-то планку и для себя принять решение, насколько вы толерантны к ошибкам первого и второго рода, и какой целевой уровень вы хотите достичь. Потому что от этого зависит то, как вы настраиваете вашу систему безопасности, сколько событий вы пропускаете или игнорируете, сколько фалсов отвлекает внимание ваших аналитиков и так далее. Это, как правило, влечет за собой либо принятие каких-то рисков, либо модификацию модели угроз, модель нарушителей и так далее. Что должна включать наша в себя методология? Первое. Мы должны обеспечить достоверную, непротиворечивую и достаточную информацию для последующего принятия решения в ходе расследования. И здесь обычно происходит первая ошибка. Все пытаются запихнуть сразу все. Не надо так делать. Нужно обеспечить достаточность и непротиворечивость. Потом. Нужно гарантировать возможность подтверждения сигнала или событий из нескольких источников. То есть, если у нас возник какой-то рецидент, мы должны получать информацию о нем, желательно не от одной, а от нескольких систем безопасности, либо айтишных систем, либо еще другими способами. Обязательно нужно предусмотреть техническую возможность, даже если мы это не сделали сейчас сразу, из-за неимения ресурсов и так далее, предусмотреть возможность обогащения этой информации. Потому что, если мы этого не сделаем сразу, потом это будет переделать практически невозможно. Либо будет очень дорого и с точки зрения временных ресурсов, и технологических, и так далее. Но и обязательно использовать и поддерживать требования под системой сбора, обработки и хранения, как с точки зрения глубины хранения, про это я уже сказал, так и с точки зрения не только средней нашей полосы, объема сообщений, которые мы получаем, но и пиковых. Потому что это очень важный момент. Как правило, система может работать хорошо в нормальном режиме, но когда что-то случается, и мы выходим на пиковые режимы, внезапно может выясниться, что какие-то параметры нашей системы, компоненты не способны обрабатывать нашу информацию. Мы теряем значительную часть нужных нам событий, и внезапно, в тот момент, когда это было очень нужно, мы оказываемся без важных компонентов для принятия решения. Чтобы такого не было, это тоже нужно обязательно предусмотреть. Как обеспечить проверку достоверности события? Ну, мы должны доказать, во-первых, сам факт наступления событий, его места и времени. Предоставить достаточное количество непротиворечивой информации для проведения расследования. Собрать всю сопутствующую контекстную информацию, которая нам понадобится для расследования. Важный момент, если мы это сделали, желательно это сохранить где-то. Потому что это потом может быть потеряно. Там перезаписано, там и так далее. Поэтому желательно это сразу оформить в виде какого-то кейсбука. Потом убедиться, там по результатам расследовали или иным образом, что первые три пункта мы выполнили верно, что мы не имели, у нас не имела места какая-то ошибка, там, первого, второго рода. Если она имела место, то, соответственно, нам надо сделать какие-то корректирующие воздействия, чтобы в дальнейшем с этим не сталкиваться. Ну и так как мы все ленивые, и у нас нет достаточно ресурсов делать это руками, если это можно автоматизировать, это должно быть автоматизировано. То есть если события можно, сам процесс проверки, сбора и так далее событий, мы знаем, что мы делаем, мы должны это автоматизировать. То есть мы должны стремиться к тому, что фактически у нас должна быть роботизированная первая линия в соке. Понятное дело, что, наверное, никогда на практике этого не случится, всегда будет какое-то количество людей, но вкалывать должны роботы, а не люди. То есть именно грязную работу по сбору и первичной обработке информации должны делать все-таки роботы. Это они делают лучше. Итак, вершки или корешки. Что для нас с вами важнее? Отвлекаться на кучу ложных срабатываний или напрягаться по поводу пропусков атак? Зависит от того, какую модель поведения мы закладываем в нашем мониторинге. Детерминистскую либо стахастическую. Проблема заключается в том, что если мы используем детерминистскую модель, то мы пропускаем достаточно большое количество инцидентов. Ну, потому что из-за самой модели и ограничения ее мы ловим только то, что мы заранее описали. Стахастическая модель позволяет нам ловить не только то, что нам известно, но и слепые зоны, то, что мы не знаем, какие-то вещи, про которые мы не догадываемся, какие-то неизвестные и неизвестные путем анализа аномалий, поведение похожего на вредоносное и так далее. То есть снижение числа ложных срабатываний зависит от того, какой из этих двух принципов обнаружения используется. Желательно использовать, конечно же, оба подхода, не ограничиваясь одним или другим. И поэтому взрослые соки, то есть те, которые находятся на более высокой ступени взросления, они используют оба подхода. И если посмотреть на технологический стек, можно увидеть, что они используют продукты, которые используют и детерминистский подход, и стахастический. Обнаружение сигнатур. Ну, типичный пример детерминистского подхода нашего. То есть это сигнатуры и ОКИ, правила. Как работает? Мы начинаем с моделирования плохого поведения, затем сравниваем с тем, что еще ищем совпадение с тем, что нам известно. То есть это сигнатура и ОКИ, правило какое-то решающее. И в этом случае нам очень важно знать, что такое плохо. И если мы чего-то не знаем, что такое плохо, мы это пропустим. И в этом случае false positive наши – это результат плохого моделирования в нашей модели. И возникает это ложное срабатывание в том случае, когда эксперты алгоритм определил хорошее поведение как плохое. Если мы говорим про обнаружение аномалий, то это статистика, всевозможные триггеры, машинное обучение, поиск аномалий и так далее. То есть мы начинаем с того, что мы моделируем хорошее поведение, и затем смотрим на девиации, отклонения от него. И в этом случае нам очень важно знать, что такое хорошо. И очень важно получить именно идеальную модель, чтобы показать системам, что такое хорошо. Что в реальной жизни тоже бывает достаточно редко, если честно. И в данном случае false positive – это результат не очень хорошего моделирования. Короткого, поверхностного, неполного. Либо когда у нас система очень сильно загрязнена плохими событиями. И система при обучении считает, что вот то небольшое количество плохих событий, которые есть, это тоже часть нормы. Поэтому унифицированный подход, когда мы используем оба метода, он лучше. Собственно, аномальные решения у нас и построены обычно на статистических моделях, которые, в свою очередь, обычно базируются на историческом поведении. Но совершенно не факт, что они нам будут показывать успешно здесь и сейчас. Здесь, возможно, ошибка выжившего, что мы, базируясь на прошлом опыте, можем что-то пропустить в текущее, если это что-то новое. Но, на самом деле, решения по базе аномалий тоже полезны. И свой класс возможностей нам помогает реализовать. То есть мы можем, используя наш мониторинг и анализируя именно аномальные вещи, получить тоже какие-то интересные решения. В чем проблема с ними? Они довольно сложно настраиваются и изменяются. Бойба с false positive в них – это довольно такой кропотливый труд. И неблагодарный, но очень полезный с точки зрения, если вы умеете ими правильно пользоваться, очень полезный для поиска чего-то, с чем вы не знаете, как бороться. Плохо подходит для ранее неизвестного или динамически изменяемого поведения. То есть если ваша организация и ваши события представляют из себя достаточно детерминированную модель, аномальное решение подходит хорошо. Если же у вас достаточно хаотично реализуются сервисы в сети, постоянно происходят какие-то изменения, система аномалии будет сильно false. Ну давайте рассмотрим пример из жизни. У нас есть главный бухгалтер, сдающий годовой отчет. Нетипичное поведение, то есть пример типичной аномалии. Работа ночью, работа из дома, работа выходные в пиковый период, когда сдается отчетность. Да, там годовая, там квартальная и прочее. Удаленная работа. Все мы сейчас, большинство из нас проводим какое-то время или большую часть времени удаленная. То есть нетипичное поведение, да, это рабочее личное поведение, то есть сложно стало различать. Разные члены семьи могут работать с одной и той же машины. Например, глава семьи, которая работает удаленно, забыл выключить VPN, сел ребенок там, допустим, начал делать домашку, там еще что-то. И, соответственно, поведение поменялось. Разное время начала, завершения рабочего дня. Люди начали работать не тогда, когда надо, а тогда, когда им это удобно или когда доступен компьютер. Например, там ребенок сделал домашку, дальше переходит работать папа, там или мама, да, там и так далее. И в этом случае требуется перестройка наших моделей нормального поведения либо ее усложнения за счет включения вот этих новых дополнительных переменных. Какие еще есть особенности по строению модели? То, чего вы не знаете, нет в исторических данных, очень сложно смоделировать. Мы можем использовать модели на базе похожего поведения на что-то вредоносное, но у них тоже есть свои ограничения. Если моделирование происходит по изначально плохому поведению, то не забывайте, что оно потом будет рассматриваться как норма. И окружение тоже может заставлять пользователя или иные сущности вести себя ненормально. Если мы ставим пользователя в условие, когда что-то, какой-то сервис не работает, и он находит какой-то обходной путь использования этого сервиса, и мы в этот момент провели моделирование, система будет считать, что такое поведение нормально. Ну и моделирование на стенде и работа в жизни, конечно же, две больших разницы. Не надо про это забывать. Помните, пожалуйста, про шум. Что такое шум с точки зрения логов? Ну, типичный пример. Каждое утро у нас пользователи логинятся в сеть, и мы видим всплеск трафика, направленного к контроллеру домена нашего. Что еще мы можем видеть? Мы из-за того, что видим всплеск трафика, если мы неправильно настроили нашу систему обнаружения вторжения, она у нас будет отправлять сигналы тревоги, сработала аномалия по пику трафика. Так вот, шум это не только ложные срабатывания, но и положительные срабатывания. Они также могут отвлекать. То есть, если у вас очень много таких событий, которые вы считаете уже за норму, но вы ничего не делаете с ними для того, чтобы их убрать, они будут перегружать ваших аналитиков, и может неизбежно сложиться тот момент времени, когда в этом потоке шума вы пропустите действительно что-то важное, либо какую-то активность злоумышленника, либо еще что-то. Что еще? Эффективное функционирование решений по обнаружению угроз – это всегда баланс между ресурсами, которые у вас есть, и числом сигналов тревоги. То есть, вы можете включить все сигнатуры, получить огромное количество сигналов тревоги, растеряться и не знать, что с этим делать. Либо вы можете провести моделирование, если вы вспомните нашу пирамидку, зная, какие активы, правильным образом настроить систему обнаружения вторжений, зная, где у вас какие возможны слабые места, на что надо обратить внимание. Помните, я говорил про цели нашего мониторинга? То вы сразу сильно уменьшите количество сигналов тревоги, уменьшите потребление ресурсов вашим СОВ, в том числе потому, что вы обрабатываете меньшее количество сигнатуры, повысите общую эффективность вашего сбора. Какие еще типовые ловушки есть у нас в мониторинге нашего СОКа? Их довольно много для каждого уровня зрелости, но есть типовые. Ну, первая ошибка, да, это попытка съесть больше, чем мы можем переварить. Давайте собирать все, что нам может понадобиться и побольше. В какой-то момент мы объедаемся, система не способна переваривать, все тормозит и так далее. Мы переходим к следующему этапу, когда мы съели все, но теперь не можем переварить. В теории мы можем найти все, у нас все есть, но это занимает слишком много времени. Например, какой-то типовой поиск у нас с вами занимает полчаса, час и больше. То есть с практической точки зрения он становится практически бесполезен для быстрых расследований каких-то инцидентов. Принцип «мусор на входе, мусор на выходе». Мы сожрали настолько много, что большая часть этих событий превратилась в бесполезный мусор, потому что мы не знаем, что с этим делать. Потом, борьба с ложными срабатываниями. В какой-то момент мы поняли, что у нас мусора много, много ложных сработок. Мы начинаем с ними бороться и в процессе вместе с водой выплескиваем нашего ребеночка. То есть мы превращаем процесс ради процесса, снижение фолсов ради снижения фолсов и забываем, ради чего мы все это делали. То есть теряем фокус на цель. Перегрузка аналитиков лишней или нерелевантной информации – это все как следствие. То есть поиск иголки в стоге сена. У аналитиков в теории очень много информации, но система вместо того, чтобы помочь ему подсветить, на что надо обратить внимание для принятия решения, она его заваливает информацией и не помогает, а скорее мешает ему. Либо предоставляет ему информацию настолько долго, что это становится неэффективным, и мы не соответствуем нашим метрикам эффективности. Излишняя уверенность в автоматизированных процессах. Да, автоматизировать все можно и нужно, но обязательно проверяйте, насколько эффективно они работают. Не забывайте делать их айвизию. Ну, то есть это должен быть работающий процесс. Не просто запустили какой-то РПА, да, там роботизированные процессы, забыли о нем. Обязательно проводим айвизию, смотрим, как он работает, работает ли он эффективно, чтобы не выяснилось, например, через полгода, что у нас есть замечательный роботизированный процесс, который уже полгода не собирает информацию от какого-то источника, потому что у него поменялся IP-адрес в рамках каких-то айтишных работ, а мы этого не сделали, в наших скриптах не поменяли, потому что не знали про это, либо тупо забыли. Важный момент в деятельности SOCA. Очень часто путают абсолютное и относительное время наступления события. Почему это важно и как это учитывать? Есть очень четкое физическое определение абсолютного и относительного времени. Координаты события на временной оси, то есть текущий момент времени в физике Ньютона, Исаака Ньютона, это абсолютное время, на практике это текущее время. То есть когда мы регистрируем события, вот здесь и сейчас, определяемые нашим календарем или временем суток, в определяемой какой-то системе счисления. Ну, например, в UTC, либо в московской зоне, либо в какой вы сидите. Относительное время — это временной интервал между двумя событиями. То есть у нас, допустим, есть событие, что пользователь получил письмо, есть событие, что в этом письме был файл, который проанализировал систему безопасности, есть событие, что пользователь кликнул на этот файл, есть событие, что, соответственно, у нас процесс, который получился в результате запуска этого файла, установил соединение с командным центром. Это событие, связанное между собой относительно какого-то стартового события, которое было абсолютным. И здесь очень важно учитывать одномоментность, одновременность, чтобы у нас не только делалась синхронизация времени, надеюсь, вы это делаете при сборе ваших событий, но и учитывалось для распределенных систем, что у вас могут возникать релятивистские эффекты. Если у вас, например, система находится почтовая в Москве, а пользователь сидит на Дальнем Востоке, вполне возможно какой-то временной промежуток по доставке самого вот этого письма и так далее, и вы можете просто не попасть в временной промежуток, который вы указали в вашем окне корреляции, который вы тестировали, например, на пользователях, сидящих в Москве. И эти моменты, нюансы нужно учитывать. То есть, что у вас системы могут занимать, доставка событий может занимать разное время от разных систем географически распределенных. Что еще важно? Нужно не забывать, что да, мы хотим собирать как можно больше журналов, но мы ограничены нашим технологическим стеком и его возможностью собирать и передавать эти наши журналы. То есть, нужно понимать, используем мы централизованную и децентрализованную схему сбора, нужно учитывать нормальное, среднее, либо медианное, либо пиковое, и пиковый размер сообщения. Почему это важно? Потому что пиковый размер сообщений у нас предопределяет, что у нас происходит в момент Че. Когда у нас происходит инцидент, у нас начинается валиться куча сообщений, и если наша система тупо не успевает их записывать, или у нее в самый ответственный момент заканчивается время или полоса, у нас возникает неприятный собственный инцидент, что мы не можем обрабатывать на наши события, мы что-то пропускаем. Ну и требования по глубине хранения, я про это уже говорил. Обычно есть законодательные требования, сколько хранить журтельные журналы безопасности. Совершенно не обязательно хранить атомарные журналы, вы можете хранить готовые инциденты, если это допускается требованиями регулятора. Но и можете хранить какие-то аудит-трейлс, так называемые, то есть для целей аудита, те самые сырые данные, для соответствия требований нормативных актов. Все это нужно считать, учитывать и понимать, сколько и как вы будете это все хранить. Как посчитать требуемое место, что еще нужно учитывать? Нужно учитывать практически требования по оперативному архивному доступу. То есть вы вводите какие-то СЛА, то есть, например, доступ оперативный, например, не более трех минут, образно говоря, архивный доступ, например, запрос архивного доступа не более часа, к примеру, должно пройти, если мы запрашиваем те или иные данные. Также нужно учитывать ограничения со стороны используемой инфраструктуры с точки зрения времени отклика, доступной нам полосы и так далее. Понятно, что финансовые возможности любой компании ограничены либо финансами, либо здравым смыслом, да, там, инженеров сок, и нет необходимости качать терабайты данных туда-сюда для того, чтобы сделать один маленький запрос, и это тоже нужно учитывать, конечно же. Ну, и от мониторинга всего, конечно же, нужно переходить к мониторингу нужного, то есть юзкейсов. И если посмотреть на то, как это делаем мы, мы, конечно же, тоже получаем огромное количество событий информационной безопасности каждый день. И в среднем в ЦИСКО примерно 1-2 триллиона событий информационной безопасности в сутки, которые превращаются в среднем 22 инцидента информационной безопасности. Как мы это делаем? Ну, то есть на что мы можем обратить внимание? Как этого добиться? Мы собрали, с Алексеем поговорили, собрали топ-10 такой юзкейсов для организации, на самом деле это больше Алексея была работа, я просто их собрал у себя в презентации. Это, на что, собственно, мы можем сфокусироваться? Это мониторинг привилегированных субъектов доступа. Это те люди, которые могут нанести большой вред по знанию либо незнанию. Это те люди, которые имеют доступ к чувствительной информации, где может реализоваться угроза инсайдера, например, умышленно-неумышленно и так далее. Потом множественные неудачные попытки аутентификации, то есть попытки брутфорса. Это когда злоумышленник пытается подобрать учетки, особенно это критично сейчас, когда мы все работаем на удаленке. Пароли зачастую являются одним из факторов, который нас ограждает от ребят с той стороны. Пользователи очень часто используют одни и те же пароли и для работы, и для каких-то других вещей, например, для каких-то сайтов, там, не знаю, Netflix и того же, чтобы подписку оплачивать. Если возникает какая-то утечка, злоумышленники могут, например, использовать похищенные пароли, например, для попытки доступа к сетям. И это нужно обязательно смотреть. Паспорт спрейнг, брутфорс, это важно, и за этим тоже нужно следить. Аномалии аутентификации, да, то есть обязательно надо за этим следить. То есть сервисные учетные записи, что они пытаются делать интерактивные входы, там, использование их для авторизации в системах, пользователь входит в локальную сеть сразу после входа в VPN. Здесь, кстати, нюанс, если удаленный доступ реализован как RDP на рабочую машину, это как раз может быть нормальным поведением. Более того, это и должно быть нормальным поведением, и аномалией будет как раз, если он этого не сделал. То есть он подключился по VPN, но по RDP не зашел. Вот это уже может считаться аномалией. Потом, пользователь входит в систему, допустим, за час или чей час после нормальных рабочих часов. Опять-таки, для удаленки это такой сценарий, тоже его нужно учитывать, что это более характерно для офисных сотрудников, нежели для удаленных. Для них это может быть нормально. Ну и интерактивный вход сразу из нескольких источников под одной учетной записью. Опять-таки, в ряде ситуаций это может быть нормальным, но вы должны четко понимать, когда это допустимо и когда нет, и должны это мониторить обязательно. Потом, аномалии аутентификации. Продолжим. Это использование учетных записей по умолчанию, ну это просто базовая гигиена, и использование общих шерд учетных записей. Стараться этого не делать, если это делается, обязательно мониторить. Потом всевозможные сессионные аномалии, да, там смотрим типичные времена работы для каждого пользователя, существенные изменения профиля вебсерфинга, там важный момент всплески запретов на исходящее соединение на межсистевых экранах. Может свидетельствовать о том, что какая-то подсистема работает неверно или некорректно настроена, либо активность злоумышленника, либо что-то еще. Потом прямые сетевые коммуникации между рабочими станциями. В идеале в любой нормальной организации при нормально организованных ИТ-процессах не должно быть сетевых коммуникаций между, прямых сетевых коммуникаций между рабочими станциями, либо их должно быть минимум, и они должны быть абсолютно точно известны. Например, это только, например, РТП-звонки, если используются софтфоны. К примеру, и все. Ну и превышение разумной длительности сессии. Не должно быть такого, что у вас есть долгоживущие сессии, которые там живут, например, несколько дней, и по ним при этом идут крайне редко объемы какой-то информации и так далее. Вы должны знать о существовании таких сессий, если они вам нужны для работы, и мониторить их, если они вам не нужны, их появление. Аномалии в учетных записях. Опять-таки используется запись ночью в нетипичное время, до начала рабочего дня, либо после рабочего дня, но опять-таки нужно учитывать сезонные всплески. Индикаторы утечек данных, несоответствие объемов информации, направления, аномальное использование протоколов, DNS, SSH, CMP и так далее, то есть по объему, например, либо по направлению, либо мы видим, что произошел всплеск от всех пользователей обращений к DNS, к IP-адресу, которого ранее не было, и это похоже на вывод информации. Использование протоколов передачи файлов от пользователей или сервисов, которым эти протоколы не требуются, ну, например, не знаю, FTP на видеокамеры, FTP на принтеры те же, да, там и так далее, то есть это тоже обязательно нужно мониторить. Использование облачных хранилищ, ну, это, как правило, мониторится в рамках утечки данных, ну, и попытки поиска известных уязвимостей со стороны пользователей, тоже интересный, может быть, показатель, что кто-то что-то делает не то. Любые чрезмерные отказы сервисов, ну, например, невозможность обновления антивируса на довольно протяженном временном интервале. Сбой бэкапов, индикаторы внутренних угроз, типа попытки доступа к хакерским сайтам или исследовательским по ebay, нетипичное использование USB, если это разрешено, либо вообще использование USB там где-то не разрешено, нарушение эталонного уровня аутентификации, то есть попытка повышения привилегий, отказа аутентификации на всевозможных файловых шарах, приложениях и так далее, ну, видно, что идет попытка обращения к каким-то сервисам, которые пользователи нетипичны, либо пользователь постоянно пытается долбиться куда-то, но по профилю работы ему это не требуется, ну, и всевозможные отказы в логах безопасности, их тоже нужно, конечно же, рассматривать. Все это выглядит очень объемным и так далее. Как с этим бороться? Ну, например, у нас есть готовые юзкейсы, прям четко расписанные по вот этим вот сценариям, например, обнаружение угроз. Вот в данном случае это столсвоч, который теперь система аналитики наше NDR решение. 125 сценариев, разбитых по семи категориям. Комплайнс, сетевая видимость, расследование, инцидент респонс, мониторинг, генерация сообщений, то есть мы сделали уже некую работу, ее можно использовать как некую предопределенную. И для многих продуктов это уже есть готовое, нужно просто про это знать. Что еще можно и нужно использовать те возможности, которые индустрия информационного безопасности для вас предоставляет? В частности, например, маппинг защитных средств ЦИСКа мы делаем в матрицу Миттери Атак, и если вы в работе своего сока используете матрицу, вы раскладываете в модели угроз, используете маппинг атакующих в защитные средства из Миттеровской матрицы, вы можете уже заранее посмотреть, что именно вам нужно мониторить для того, чтобы закрыть те или иные возможности атакующих, то есть сфокусироваться на каких-то основных моментах, посмотреть, какие защитные меры вам предлагаются, и понять, какие именно журналы в этом случае вы должны собирать. Атак очень полезен в этом ключе, атак и так далее, очень полезные фреймворки в этом смысле. У нас есть готовый вайтпепер на эту тему, его можно скачать, презентация будет доступна после нашего вебинара, все эти ссылки опять-таки будут доступны и познакомиться с тем, что и какой продукт из этого делать. Что еще нужно запомнить, если мы говорим про атак, атак позволяет нам лучше понять методы злоумышленников, систематизировать их, это очень важно, и на основе этого автоматизировать многие вещи, то есть мы зная, с чем мы имеем дело, фокусируясь на определенных моментах, мы можем потом это автоматизировать уже в непосредственно наш журнал, сбор журналов, наших мониторинг событий и так далее. Встек также движется в этом направлении, и пока он запаздывает, ну понятно, что Митро делает это уже достаточно много лет, встек только начинает по сути это делать, но есть основания ориентироваться и на работу встек, и на атак, вот Алексей в частности делал матрицу соответствия, в перспективе можно использовать атак, нет проблем наверное мапировать одно в другое, и на базе атак уже есть большой набор инструментария, и если вы начали уже его использовать, смысла отказываться от него нет, если вы его еще не использовали, то наверное есть смысл на него посмотреть, если требуется в том числе использование каких-то есть требования регулятора, то можно в том числе и на встековскую методичку смотреть, но нужно учитывать, что она пока еще не такая зрелая, как то, что делала атака. Ну и уже приближаясь к завершению моего доклада, возвращаясь к нашей пирамиде, пирамида зрелости, она все-таки или пирамида боли, это целиком зависит от вас, от того, насколько вы грамотно и скрупулезно на каждом этапе подготовились, то есть провели ли вы грамотный анализ того, какие у вас есть активы, провели ли работу по тому, по анализу того, какую телеметрию вам надо с них снимать, для того, чтобы грамотно сделать детектирование, там обнаружить какую-то неавторизованную активность и так далее. То есть не зря это выглядит именно как пирамида, нельзя перейти к состоянию поиска инцидентов в реальном времени, не выполнив фундаментальные вещи, лежащие в основе, к сожалению. И если посмотреть на то, что вы можете сделать прямо здесь и сейчас, вы можете разработать некий план развития для вашего сока. Да, вы можете честно себе сказать, мы находимся допустим, на стадии зрелости 1, у нас есть какой-то там сканер уязвимости, у нас есть антивирусы, мы его там контролируем, у нас есть какой-то процесс патч-менеджмента, мы купили Next Generation Firewall, смотрим какую-то там за файлами, там проверяем их целостность, и в принципе мы можем считаться уже центром мониторинга. Но это не означает, что на этом надо останавливаться. Нужно двигаться дальше, потому что если требования бизнеса у вас есть, они неизбежно будут, вы не сможете решать все, покрывать весь спектр угроз, которые возникают, и все требования бизнеса по защищенности. Соответственно, вы можете разработать для себя некую стратегию, то есть по развитию вашего мониторинга, и даже если не начать что-то делать, но хотя бы лежать в этом направлении, да, там, например, разговаривать с руководством о том, что вам нужны какие-то ресурсы для улучшения вашего технологического стека. Потому что если вы этого не показываете, бизнес про это не будет знать. Если вы покажете грамотный план развития, вы начнете с бизнесом уже разговаривать на его языке. Но, и как всегда, операционный центр это всегда по безопасности это всегда некий баланс между бизнесом, технологиями, рисками и финансами. Алексей про это, я думаю, расскажет, наверное, очень подробно на нашем уже ивенте, да и, по-моему, сейчас, да, Алексей, ты будешь рассказывать? У тебя будет про это. Вот, я на этом тогда уже подробно не буду останавливаться, в чем разница. Но, и совсем в завершение, почему, собственно, ЦИСКО про это рассказывает? Мы, во-первых, у нас очень свой крупный свой-ин-хаус сок. То есть, ЦИСКО достаточно крупная компания, и здесь приведена статистика именно внутреннего сока ЦИСКО. Если посмотреть на то, что мы делаем вот со всеми этими событиями, мы используем очень высокую степень автоматизации. У нас работает не так много людей в нашем центре ЦСИРТ, в нашем центре информационной безопасности, который все это обрабатывает. и высокая степень автоматизации и грамотность построенных процессов позволяет нам значительно снизить, просеять через решето вот этих событий те самые нужные нам инциденты, на которых мы должны сфокусироваться. Но и важный момент, что мы не только используем свой внутренний сок, мы также предоставляем сервисы по аудиту сока, это вот Алексей как раз расскажет очень подробно. Можно увидеть там фрагмент, опять-таки, Леша расскажет, то есть мы можем посмотреть покрытие телеметрии, то есть насколько вы эффективно собираете мониторинг. Зарелость методов обнаружения, чистоту, каких-то использования тактик, техник, процедур с злоумышленниками и так далее. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...